Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Финляндия тонет в новых проблемах, закупать лес и газ в Канаде сверх дорого, а в России уже не получается. Вот знаете, заметил я одну приинтересную вещь, любит нас Запад обвинять во всех грехах. Меж тем, Финляндия тонет и тонет в проблемах, на этот раз новых, а почему? Они из-за нашего участия, скорее наоборот, из-за безучастия. Не так давно наших граждан возмутил новость, когда европейские политики, в том числе и финские, стали выступать против въезда русских автомобилей в страну. Да вообще речь шла чуть ли не о том, что турист должен быть чуть не в трусах, потому что с собой ничего не разрешается возить. Потом, вроде как, передумали, остановились только на машинах, но осадочек остался. Меж тем, такое решение местных законотворцев вряд ли можно считать разумным по отношению к гражданам Финляндии. Почему? Да потому, что этими самыми санкциями политики больше себе насолили, да только расхлебывать это все простым гражданам, которые дополнительно и покупатели из нашей страны потеряли. С продажами проблемы решение властей о запрете въезда русских автомобилей сильно ударило по бизнесу, особенно по малому. Из других стран Европы за этими же товарами очередь не стоит. Ко всему сильнейшим ударом стало и решение нашей страны о прекращении поставок леса в Финляндию. Это ведь не только мебель, но и тепло. Ведь немало домов в Финляндии отапливалось нашими российскими дровами. Конечно, кто-то может справедливо заметить, что наша страна не единственная, кто занимается поставками древесины. Ведь в конце концов, есть же Канада, где качество сырья также прекрасное. Да вот только есть проблема, в Канаде закупать лес очень дорого, даже сверхдорого, учитывая еще и стоимость логистики. Если взять-то уже самую лиственницу, то в России ее можно было купить по цене 600 евро за кубический метр. В то время, как в Канаде за тот же объем придется отдать свыше 1000 евро, финские строительные компании уже предлагают кризис и банкротство многих организаций в отрасли. В скором времени эта волна дойдет и до остальных сфер производства, это лишь вопрос времени. Хотя, буквально полгода назад, финский президент докладывал, что в случае подобных ситуаций США не останется в стороне и поможет Финляндии вкусными ценами на древесину и деньгами. Пожалуй, самое глупое в этой ситуации-то, что именно наша страна открыта для диалога. Но тот, кому нужнее, будет идти на поводу у других государств, не получая взамен ничего. Спрашивается, а какой в этом всем смысл? Ну вот за язык вас тянул, кто просил вводить какие-то непонятные ограничения, устаивать бойкоты и для чего? При всех наших сложностях, против тех же финнов, изначально мы ничего против не имели, пока они сами о себе не напомнили. В итоге, сами же и пострадали от своей самоуверенности. С одной стороны, простых людей жалко, ведь власть имущая, вводя все эти ограничения, кажется, совсем не подумали о своем же народе. С другой стороны, это их легитимная избранная власть, которой они поручили их представлять. Так что даже не знаю, стоит ли жалеть этих самых простых людей. Возможно, когда-нибудь вам все-таки улучшить отношения, пойти на перемирие. В конце концов, мы соседние государства, зачем нам лишний раз ссориться? Как показала практика, партнеры мы более надежные, чем американцы. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, впереди еще много полезного и интересного. Шольц едет на поклон. Европа впала в зависимость от близкого друга. Деньги оказались важнее принципов. Европейские страны срочно бросились дружить с Сербией после расконсервации ее литиевых рудников, пишет в новостях. Редкий металл-позарез нужен фабрикам и заводам ЕС для производства электромобилей. Однако Белград, подчеркивает автор, не позволит партнерам помыкать им и не отвернется от России своего главного союзника. Канцлер ФРГ посетит, особо не афишируя свой визит, сербскую столицу. В политических кругах Белграда распространяются слухи. Посетит ли Олаф Шольц вновь город на Дуная? В последний раз канцлер приезжал в сербскую столицу летом 2022 года. «Не могу утверждать, что это точно произойдет, но такая вероятность есть», цитирует премьер-министра Сербии Милоша Вучевича в белградские СМИ. Политица также сообщает, что в грядущую пятницу Шольц должен нанести деликатный визит Александру Вучичу. На состоявшейся в среду пресс-конференции правительства ФРГ-пресс секретарь Кабмина Штифен Хибиштрайт подтвердил информацию о поездке главы страны в Белград. Шольц и Вучич примут участие в саммите исходного сырья. Кроме того, ожидается, что канцлера в поездке будет сопровождать ряд представителей немецких компаний. В чем причина столь срочного визита Шольца в Белград? Всякий, кто думает, что на встрече с сербским лидером, одним из последних европейских союзников Владимира Путина, Шольц намерен лоббировать идею или обсуждать проблему Косово, серьезно ошибается. Главными темами для обсуждения станут вопросы экономики, торговли и разного рода соглашений между Белградом и ЕС. В частности, на повестке дня стоит вопрос о литии, важнейшем сырье для производства электромобилей. На территории Сербии находится крупнейший в Европе литиевый рудник. Правительство республики лишь недавно, несмотря на многолетние протесты экологов и активистов, разрешило вести добычу на месторождении. Считается, что в расположенной на западе Сербии неподалеку от границы с Боснией и Герцеговинной, Ядарской долине сосредоточены одни из крупнейших в Европе запасов этого дефицитного для остального мира сырья. Решение сербского правительства о возобновлении добычи заставило вздохнуть с облегчением европейскую автомобильную индустрию и многих политиков от Брюсселя до Берлина. Литий – важнейший элемент в производстве аккумуляторов. Однако в глобальной гонке за ценным сырьем европейцы отстают. Китай, на сегодняшний день являющийся лидером в торговле электромобилями, конкурирует с представителями европейской индустрии. Будь то Боливия, Зимбабвия или Сербия, в каждой из этих стран китайские фирмы еще много лет назад получили как минимум частичный контроль над важными рудниками лития и центрами переработки сырья. Председатель Китая СИЦ Зимпин в ходе состоявшегося в начале мая европейского турне посетил в том числе и Белград, не в последнюю очередь из-за прибыльных сербских месторождений лития. Теперь, вполне вероятно, последний момент. Правительство ФРГ тоже хочет инвестировать в эту важную для индустрии отрасль. Как сообщает сербский телеканал Надинт, именно поэтому Шольц возьмет с собой в поездку своего словацкого соратника, заместителя председателя Еврокомиссии Мараша Шевчевича. На повестке дня – подписание декларации о намерениях между Европейским Союзом и Сербией. Документ предусматривает партнерство в области устойчивых поставок сырья и обеспечения логистических цепочек для производства аккумуляторов и электромобилей. В зале, где проходит заседание Совета безопасности ООН, было очень шумно. Но вдруг многие из присутствовавших перестали громко говорить и посмотрели на дверь. Вошел глава МИД РФ Сергей Лавров. Свой интерес к вошедшему не старались скрыть дипломаты из Великобритании и США. Двухдневный визит в Нью-Йорк Лавров начал с участия в открытых дебатах министерского уровня о формировании более справедливого и демократического мироустройства. В этом месяце Россия председательствует в Совете безопасности ООН. Одной из дипломатических инициатив Москвы стало обсуждение на уровне Совбеза этой крайне востребованной особенно в странах глобального юга темы. Чтобы выступить на дебатах, записались 53 делегации. Заняв кресло председателя, Лавров заявил «Правь Америка. В этом суть пресловутого порядка, основанного на правилах, прямой многополярности и международному праву». Министр напомнил членам Совбеза, как координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби от имени президента США заявил «Мы не стремимся к Третьей мировой». Это имело бы ужасные последствия для европейского континента. Как говорится, оговорка по Фрейду «В Вашингтоне убеждены, что от глобальной пострадают не США, а их европейские союзники. Это крайне опасное заблуждение», – подчеркнул Лавров. Он рекомендовал странам ЕС осознать, какая роль им уготовлена. Но избежать самого негативного сценария, добавил министр, все еще можно. Чтобы отойти от пропасти, Лавров предложим всем сделать четыре судьбоносных шага. Устранить первопричины разразившегося в Европе кризиса. Восстановить региональный и глобальный баланс. Реформировать все институты глобального управления. Активно использовать для укрепления многополярного мира такие объединения, как БРИКС и ШОС, а также СНГ, ОТК, Африканский Союз, ОСИАН и ЛАК. Глава российской дипломатии уверен, что объединенным нациям преодолеть разногласия. Россия пригласила все страны к честному диалогу. Представители западных стран при этом сидели, потупив взор. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании САБЕЗа ООН обратился к постпреду США Линди Томас Гринфилд. Глава МИД РФ поинтересовался, не ошиблась ли она комнатой. Глава МИД РБ번 vorbei!